Как часто мы видели, как другие художники рисуют самовары, и у нас образовался такой штамп учебности, когда люди стараются полностью изобразить ту реалистическую красоту, которую представляет из себя, допустим, антикварный самовар. У нас он стоит вот перед нами. Мы долго возле него ходили, пока мы не изучили, что такое чаепитие для людей 18-19 века, когда люди вот с этим предметом дружили настолько, как, допустим, сравнить, как человек 21 века дружит с гаджетами, и с телефонами, и с ноутбуками. Раньше вот этот предмет был самым главным в жизни семьи, допустим, дворянской или крестьянской семьи, потому что он согревал всю семью своим горячей водой, из которой делали чаи, кофе, какао, различные напитки. Но он служил печкой, в которую бросают дрова, и они эти дрова обогревают воду. То есть человек, который умел затопить самовар, считался очень необходимым в жизни семьи. И вот мы попытались сделать образ такого самовара, который бы не был ученическим все-таки, а который бы расплавлялся в пространстве, да, в световоздушном пространстве, допустим, дворянской усадьбы, да, там, где серебряная ложечка служила, ну, знаете, таким путеводителям в страну прекрасного, когда этой серебряной ложечкой брали самые вкусные вареницы или медик собственного изготовления, когда ягоды служили, допустим, тем, что через них запаривают определенный вкус чая. Да, поэтому мы так развоплотили его реалистическую красоту, чтобы он был как будто бы символом и облаком счастья для людей, которые пользовались им. А так оно и было. Сейчас, конечно, у нас электрочайники, но тогда этот предмет был самым главным, когда человек просыпался и хотел себя согреть горячим напитком. Продолжение следует...